Шубы в рассрочку! С 8 по 9 июня. Бородинский проезд, дом 1, около офиса Билай. Итак, как показала практика, языковые нормы приживаются долго. Другое дело мода. Черные маски с забавными принтами и молодежный тренд этого летнего сезона. Почему подростки прячут лицо? Об этом прямо сейчас. 30-ти градусную жару, кому отдых на пляже, олени и Ксюше, фотосессии для соцсетей. Девчонки примеривают новый образ, тренд сезона, черные маски на лицо. Ну я лично просто для фотографий прикольных. Видела разные там сохраненки, картинки и понравилось. Решила приобрести. Для многих людей это кажется странно, некрасиво, некультурно. Просто. Ну мне нравится. Мода на маске прилетела с Востока. Первыми начали закрывать лица жителей Кореи. Из практических соображений, чтобы защититься от пыли и смога мегаполиса. Позже к идее присмотрелись дизайнеры и коммерсанты. И вот вам новый тренд. Главное, чтобы не скучно. Подобному маскараду уже не удивляются в Японии. Закрытые лица у нас еще вызывают вопросы и недоумения. Мы не в курсе. Мы другое поколение совершенно. У нас такого не было. И мы никогда не стеснялись какой-то там, ну показать свое лицо, грубо говоря, выйти на улицу. Мы вообще ничего не стеснялись. Модный писк первыми услышали и оценили подростки, чтобы скрывать прыщи, шутят в соцсетях. Психологи утверждают, внешне это вроде бы просто атрибуты молодежной субкультуры. Это как некое соотношение себя к некоторой субкультуре, да. То есть я такой же, как и все, что я вот тоже отношусь вот к этой группе. Я это знаю. Я молодец. Однако на деле маска на лице хорошо читаемый знак. Я закрыт. Меня не трогать. Не хочу коммуницировать. Некая скрытность, да. Может быть, скрытая агрессия какая-то, да. И, возможно, как бы опасения, они вполне как бы возможны, да. Либо же это некоторые формы закрытости от окружающих, да. Это закрытое, вообще закрытие своих эмоций, да, не выражение себя, да. Чтобы вот меня не трогали, я вот в этом вот домике я остаюсь. Волноваться не стоит, если маска всего лишь забавная деталь для селфи. Но, предупреждают психологи, если подросток на улицу без маски уже не выходит, время поговорить с ребенком по душам или обратиться за консультацией к специалисту. Валентина Мордовина, Иван Першин, Юлия Левицкая. Новости дня.